Серии я выбил, ну не в прошлой серии, я вне серии, которая не записалась, я выбил, собственно, шампунь. Минт контроль, это, собственно, на этого босса, на финального, очень полезный предмет. И, собственно, также шапка присутствует, она тоже очень полезна. Если вы ее потеряли, то вы, скорее всего, не сможете вытащить, потому что он будет... Босса бить нужно именно только руками, а именно не скиллами, а именно руками. То есть обычными скиллами. Также по поводу босса, что могу сказать, я просто убил его ядом. Я не могу вам этого показать, потому что у меня просто не записалось. Но факт в том, что его нужно убить именно ядом. Просто кидаете... У меня рога ходит в первый ход. С помощью вот этого тренька я его получил с пассивного квеста. Он просто накидывает на него яд на 7 пунктов, грубо говоря. И все. И босс потом начинает постоянно тикать ядом. Ядом, 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 ядом. В общем и целом босс в конечном итоге падает. Всем привет, с вами Андрей. На солиции бумаги и пера. В прошлой части не записалось. В прошлой части я победил босса финального. И нам за него дали награду. Точнее нам, мне. Мне дали за него награду. Вот. Вот этот вот босс. Очень много опыта за него получил я. Темный маг, так называемый. Черный он назывался. Вот. В прошлой серии я его смог победить. Но у меня, как я говорил, уже ранее не записалось. Открыть прогресс у меня не получилось. Также я обновился до версии 1.3.3. Теперь здания, получается, библиотеки нету. Так называемый, который присутствует здесь. Как вы помните, я вот себя нажимал сюда. Там покупал книжечки по уровню. И теперь также здания улучшаются за гемы. За гемы они улучшаются. То есть раньше, как вы помните, они улучшались за золото и гемы. И теперь они чисто за гемы улучшаются. Вот. Все полностью здания. Нету какого-то отличия в них существенного особо. Как говорится, не надо было, блин, обновляться. По классам, собственно, что вы имели представление. Вар Фишер Хуман. Собственно, воин, рыбак, человек. Клерик Доктор Человек. Рога Дварф Кузнец. Шаман Констебль Человек. И Паладин Профессор Человек. Собственно, что Профессор? 15% шанс того, что враги вас именно атакуют. Шаман Констебль. Это при начале боя рандомный враг имеет пониженную инициативу. Рога у нас просто быстрее качаются предметы. Доктор – это у нас спасение. Так называемые спас-броски, а не плюс два будут давать. На самом деле оно ему не нужно. Резист нужен танку. Резист нужен танку. А этому нужно просто контроль. Собственно, я в прошлой серии выбил... Ну, не в прошлой серии, я вне серии, которая не записалась. Я выбил, собственно, шампунь. Минт-контроль. Это, собственно, на этого босса, на финального, очень полезный предмет. И, собственно, также шапка присутствует. Она тоже очень полезна. Если вы ее потеряли, то вы, скорее всего, не сможете вытащить. Потому что он будет... Босса бить нужно именно только руками. А именно не скиллами, а именно руками. То есть обычными скиллами. Также по поводу босса, что могу сказать, я просто убил его ядом. Я не могу вам этого показать. То, что у меня просто не записалось. Но факт в том, что его нужно убить именно ядом. Просто кидайте... У меня рога ходит в первый ход. С помощью вот этого тренька. Я его получил с пассивного квеста. Он просто накидывает на него яд. На семь пунктов, грубо говоря. И все. И босс потом начинает постоянно тикать ядом. Ядом, 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 ядом. В общем и целом, босс в конечном итоге падает. Просто от яд. И когда он пытается законтролить... То есть он сначала включает свои тентакли, босс. Тентакли пролетают. Как бы на вас вешается скар, неважно. То есть он на вас повесил этот скар, несущественный. И потом он пытается законтролить. Он, скорее всего, будет контролить то существо, которое меньше всего по хп имеет. В моем случае это, собственно, клерик. Поэтому он меньше всего по хп имеет. Ему как раз он его и контролит. Но у него присутствует шапка. Так называемая резиста. То есть вы его, грубо говоря, первый раз он его не сможет законтролить. Пока он в этой шапке. Шапочки из фольги, так называемые. Также я нашел, как я говорил ранее, нашел шампунь. Который позволяет ему вообще полный резист иметь. Ну то есть минимум два персонажа уже защищены от контроля. Также если у вас качайте блесс обязательно. Чем выше уровень блесс, тем лучше. И чтобы у вас был максимальный уровень. То есть вы кастуете блесс на всех. Это шанс спас бросков при возможности контроля. То есть если у вас блесс будет высокий, то он у вас просто не законтролить не сможет. Минт контроль просто не подействует. Также перки на контроль. Опять же плюс 10 для него. Получается это плюс 17 здесь, плюс 10 здесь. Это уже 27 спас броски. Также еще тут плюс 5. То есть 32 спас броски. Вы сами понимаете, что законтролить он конкретно клерика вряд ли бы смог. По крайней мере под блессом точно. Кстати, я вам так и не показал. Скиллы теперь качаются за... Я имею ввиду, когда на версию 1.3.3 перешел. Они качаются либо за гемы, либо за книги. Собственно, разработчики так нам тонко намекают. То, что вы должны, как говорится, либо искать гемы, для того, чтобы прокачать своих персонажей. В общем и целом стало чуть сложнее играть. Но плюс в том, в версии 1.3.3, то, что перемещения стали дешевле. То есть, как вы помните, перемещение было, получается, в красный регион. Я вам показывал, 10 тысяч стоило перемещение. А сейчас стоит 750 монет. Вот видите, 750 монет в одну сторону и 750 в другую сторону. А в прошлой версии, в 1.3.2, оно стоило 10 тысяч монет. Но здесь также присутствуют ежедневные задания. Ежедневные задания, которые... Вот сейчас я вам их покажу. Ну, я, собственно, уже все забрал. Я просто думал, что запись идет. Я получил за сегодня, собственно, золото. И, собственно, финальный бой с боссом проходил вот здесь, вот. Вот в этой локации. Он проходится через замок и, собственно, сюда. Вот. И здесь вот был единственный квест. Он сейчас отсутствует. По понятной причине. Вот, кстати, ежедневные задания, которые геммы можно получить. Вот вызываемые драгоценные камни или бриллианты, как их угодно назовите. Вот здесь вот, собственно, был этот квест. Вот. В текущей серии я хотел с вами прокачать данж, посмотреть вообще в целом, ну, насколько мы сможем пройти. Плюс, как написал разработчик, с данжа тоже падает... С данжа тоже падает этот... Собственно, геммы. Помимо основных квестов, так называемых, ежедневных, с данжа они тоже падают. Ну, и задания, собственно. То есть вы еще из достижений тоже можете получить геммы. На достаточно большом объеме, собственно. Ну, я большинство заданий выполнил, а те, которые я не смог выполнить, я еще пока не знаю, как их выполнить. Ну, скелетов мне еще не убил. Надо будет на досуге этим заняться. На респаун Вилаш. Побежали в респаун Вилаш. Собственно, прибегаем в деревню, как говорится, новичков. Отдаем им квест, нам отдают деньги. Да, кстати, без этого очень-очень мало золота вам дают. Но не суть. Давайте в данж посмотрим. Пойдем посмотрим. Так называемый темненький данж у нас. Обратите внимание, у нас... Ну, давайте по этому... Десятый уровень, собственно, мы его открыли. Давайте побьем. Сразу с десятого и начнем. Тратятся ключи, Ключей 20 штук всего лишь. Эти 20 ключей, они... Респаунятся один ключ в час. В реальный час. Соответственно, вы... Вот, собственно, сундук. Но он вам, скорее всего, не будет недоступен, потому что у нас... Мы не зажгли костер еще на уровне. Давайте посмотрим, сколько у них ХП. У них 3000, достаточно много. Давайте срежем, какого-нибудь моба. Я не думаю, что они нам сильно много урон нанесут. Вот, собственно, мы минус один сделали. Минус два. И сейчас последнего заберем. Он сейчас ударит. Промахнулся. У мобов, как я заметил, большинство не бывает иммунитет на яд, поэтому я рекомендую именно яд. По крайней мере, в версии 1.3.3 так точно. А тут надо, в первую очередь, шлепать личинку. Какая бы она... Почему именно личинку? Потому что личинка больше всего геморрой вам даст. Личинка – это потенциальная бабочка, так называемая, которая впоследствии, когда переродится, так называемая, она превратится в бабочку, а эта бабочка будет постоянно спламить личинок. Поэтому эту личинку надо тушить в первую очередь. Убьем руками, чтобы не тратить магию на этих ребят. Забрали немножко золота. Как вы видите, нам нужно включить огонь, поэтому давайте искать огонь. Сразу в бой завязались. Тут надо тушить в первую очередь мага под номером 7. Точнее, уже 6. Почему? Потому что он из-за этой компашки самый опасный. Почему маг? Потому что он бьет по площади, и, скорее всего, он вас просто потушит. Ну, он вряд ли нам, наши пати, что-то сможет сделать уже 42-го, 43-го уровня, но все равно, но факт остается фактом. Наша задача найти костер и вернуться к сундуку. Костер, скорее всего, должны защищать. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Собственно, тут надо тушить в первую очередь номер 5. Она слабая, поэтому, но у него будет висеть зеркало. Из-за того, что на ней будет висеть зеркало, вы не сможете ее пробить. Если вы не сможете его пробить, по понятным причинам вам не актуально будет ее бить. Да, но с боссом, конечно, получилось не очень. Ну уж извиняйте, я не специально, блин. Не буду же я перепроходить игру заново под этого босса. В общем и целом, по боссу еще могу вам погаскать, пока мы этого бьем. Тут надо этого тролля тушить в первую очередь. Восьмитысячное чудо. Давайте его срежем. У нас не получилось его срезать. Давайте все равно попытаемся его срезать. Тролли просто кредитуют очень сильно. Из-за этого, если вы его не срезаете раньше времени, он срежет вас. По крайней мере, если слабая патия, она, скорее всего, срежет вас. Минуса нуля одного. Бьем второго. У него, как вы видите, здоровья не так много оказалось. Ну, а он уже во втором ряду стоял. Он и понятно. Дохленькие ребята, однако. Костер мы зажгли. Можем возвращаться к... А, мог тут присутствовать. Ну ладно, давайте вернемся к костру. Точнее, к сундуку. Заберем сундук на текущем уровне. Как вы видите, мы получили 15 гемов и мусорный щит, и сколянку на 1000 энергии. В принципе, неплохо. 15 гемов за ежедневное задание неплохо. За ежедневное, скажем так, за данж, который мы еще ни разу не проходили. На самом деле, гемы получаются ограниченные. Я просто пробовал проходить. А тут надо мага тушить в первую очередь. Под номером 6. Потому что, если вы его не убьете, он убьет, скорее всего, вас. Он кидает слип и... Маг имеется в виду. Он кидает слип и массовую соду. Чем выше уровень его, тем хуже для нас. Потому что у него массовый удар по всем будет. У нас есть массовое лечение, но оно не столь эффективно будет. Собственно, тут самый опасный, конечно же, это номер 9. Потому что она кидает направленный яд. Но она тут слишком низкоуровневая. Вот эта вот стрекоза, она когда высокоуровневая, очень-очень сильно, она очень-очень много геморроя наносит. И она может таких люлей потом навешать. Яд. Учитывая то, что у нас... Кстати говоря, я менял тринки местами. Я сейчас не покажу. Но факт в том, что у меня теперь нет татуировщицы, как и повара, с которыми я, как вы помните, начинал играть. Я просто переставлял способности. И оказалось то, что у меня этого татуировщицы нельзя было переставлять от слова совсем, как и повара. Ну, кто ж знал, блин, что их нельзя переставлять. В общем, разработчики обрезали этих повара с татуировщицей. Тем самым у меня не было возможности их заново получить. А я снял, думал, потом переставлю, а оказалось, хрен там с два. Не смог я, в общем, переставить. И получилось так, что у меня... Я в минусе. Ну вот. Ну, данж, в принципе, ничем особо пока не интересен, потому что мобы достаточно дохленькие. С одного удара падают. Неинтересно особо. Там, скорее всего, нужно прокачивать этот... Сам данж. Имеется в виду поднимать его уровень для того, чтобы там что-то поболее, поинтереснее давал. Ну, пока, как видите, ничего особо сложного. Не дай посмотреть, сколько у них хп. Ну, эти уже 3,5 тысячи, ну, это копейки, скажем честно. Давайте ударим вот этого, чтобы он тут не отсвечивал. Видите, они практически погибли все. Нам бой только начался. Ну, опять же, начальные мобы, они не особо страшные. Кстати, по поводу финального босса. Финальный босс лучше всего бить именно ядом. То есть вы в первый ход свой ваш, ну, например, рога обгоняет его по яду. То есть обгоняет и бьете, например, тем же скиллом с ядом. Вот, например, вот 17 уровень. Ну, я бил, ну, по сути, я им и бил. Он накинул на него яд, и потом, когда он кидает уже на себя абсорб, он на него, и его 100% кинет на себя. Босс. Вы просто, грубо говоря, ждете, пока он откиснет. Потому что он, в любом случае, откиснет от яда. Вам нужно просто подождать. Собственно, два достаточно мерзких моба, номер 4,5. Ну, правда, примерно 4,9. Поэтому тут сложно сказать, кого конкретно выбирать. Ну, в идеале, конечно, выбрать тролля, но тролли обычные, как вы видите. Значит, обычный тролль не критует, поэтому давайте срежем мага. Ударим этого лучника, для того, чтобы он не ходил. Остался тролль. Давайте побьем тоже тролля. Достаточно больно бьет, леопатия. Но, опять же, это не критический удар. То есть, критический удар, он для него прям вообще трындец. Он там чуть ли не ваншоты персонажа. Опять же, все есть от защиты пати. У него 70 уже яд. Я думаю, ему, он в любом случае погибнет. Зато посмотрим, сколько 70. Это 7 тысяч. Ну, то есть, вы сами понимаете, что 70 яда, и у него нет шансов. Собственно, следующий бой, тут жук и два лука. Неприятные. Тут, конечно, лук надо срезать, потому что жука будет защищать, но не тех. Он не сможет просто защитить тех, кого ему нужно. Срезаем номер 3. Урон ядом пролетел. Жук защищал, из-за этого он больше всех яд получит урона. Жук от яда погиб, и яд, собственно, остался там, и мы добиваем. По идее, яд должен пробить его. Да, я пробил, все, собственно, бой готов. Нам, скорее всего, вниз идти, судя по наличию двери. На каждом уровне присутствуют, собственно, костер и сундук. Сначала зажигается костер, то есть, на него нужно просто подойти, потом зажигается сундук. Открывается. С сундуков падают гемы. В размере 15 штук, по крайней мере, мне на начале падало с одного сундука. Сундуки, они, если я правильно понял, то есть, гемы вы получаете только один раз. Только, когда в первый раз проходите данж. В последующие разы вы не получаете гемы от слова совсем. То есть, вы получаете весь мусор с сундука, но почему мусор? Потому что там в основном серые вещи. Чтобы прокачать сундук, нужно качать кузнеца. Как бы смешно не звучало. У него там прям написано, что качайте, и вы будете, есть шанс того, что вы получите. Собственно, мы зажгли костер, теперь ищем сундук. Вот сундук следом идет. Тут надо посмотреть на троллей. Если жук под номером 8 высокоуровневый, то его надо тоже срезать. Вот видите, тролли, которые с регенерацией, скрит шансом, они очень больно могут бить. Почему больно? Потому что они критуют. И вам может не повезти, у вас скрита, просто тролль может это забрать. Забираем второго моба. А, нам собственно дали 16 гемов уже в этот раз. В прошлый был 15, а сейчас мы на 11 уровне. Давайте заберем эту компанию, посмотрим, сколько у них хп для начала. Тут самый мерзкий, конечно, лучник, потому что он будет высасывать магию из нас. Поэтому лучник в первую очередь и падает. защитника. Убрали рогатого. С них мусорные предметы падают. Но они по идее как бы низкоуровневые, то есть это уровень наверное 20 максимум. То есть когда мобы будут уровня сотов вот так, то там наверное предметы будут. Но опять же это уровень тогда должен быть этого очень высокий. Самого данжа. Мы могли бы конечно обойти, но я что-то протупил. в теории надо срезать номер пять. Но тут самый жирный гнол давайте его и срежем. Наш рога бьет примерно восемь тысяч бакстепом. Удар спину с критом. в большинстве случаев у него первый удар будет критом, поэтому урона будет много. Собственно переходим на двенадцатый этаж. Ничем пока он особо не примечательный. Посмотрим какой максимальный этаж у нас здесь. Собственно тут два моба. Одного мы уже встретили. Тут отражатели есть кстати. Отражатель уже посильнее будет. А сейчас в первую очередь нам срезать отражатели. Срезали отражатели. На рогу обязательно давать лечение. Собственно с тех предметов которых вы имеете ввиду на гемах. покажу. У меня вот шакрам стоит и вот на нем лечение стоит. Чакрам текущий я выбил с этого с квеста по боссу. То есть квест как вообще квест по боссу пройти. С первого раза у вас скорее всего не получится его пройти. Но это очевидно. Ваша задача просто бить босса. Вы проигрываете. Вам подсказывают что вы дефит. Вам дают предметы. Вы опять бьете босса проигрываете. Вам опять дают предмет до тех пор пока у вас не останется один босс на карте до его убийства. вот когда вы уже убьете босса тогда уже опять же у босса две стадии черного мага я просто не смогу вам его показать а только рассказать смогу вот у босса две стадии первая стадия он с отражателями которых мы до этого в бою били зелененькие такие но вы с ними очень часто будете встречаться поэтому они вы их точно запомните вот с отражателями а вторые собственно стадия уже когда он переходит в следующую форму он превращается в тентакле вот против тентакле и хорошо работает там тентакле бить вообще не надо вам нужно просто весь урон в лицо этому боссу наносить причем обить нужно не скиллами а именно руками то есть вот в данный момент если я бы бил например представим что номер 5 это босс я бы бил его именно кинжалом то есть именно обычной атакой я бы бил его не каким-то скиллами например не знаю скиллом атакующим вот этим а именно посохом бил потому что у него абсорб идет из-за абсорба он не сможет то есть весь урон не пройдет просто элементарно ну там 42 и 47 яда я думаю у него не было шансов нам говорят то что нужно открыть костер давайте его откроем вон собственно костер нужно в первую очередь номер 7 тушить хотя он уже сейчас номер 9 потому что он является магом один из самых мерзких который здесь присутствует собственно бьем потихоньку мобов но ничем особо не примечательный единственное мы уже получается на 12 что ли тоже до основного данжа наша задача сейчас найти костер и открыть сундук и грубо говоря валить нам дадут некоторое количество гемов на прошлом этаже нам давали 16 гемов на этом может чуть больше дадут посмотрим да вот собственно костер мы его зажгли и собственно смотрим сколько нам гемов дадут сейчас через бой тут надо бить в первую очередь мага под номером 6 то что он наносит массовый урон плюс кидает в сон если его не убить в первую очередь то он вам очень-очень много геморрой нанесет бьем обязательно клериком для того чтобы восстановить ману отряду и просто потом остальные удары наносим руками для того чтобы не тратить ману потому что ману после боев тут не восстанавливается вы находитесь в данже забираем собственно награду это 18 гемов и бесполезный топор как и зелье которая самая-самая начальная собственно напали случайно на мобов но тут конечно самый мерзкий это номер 7 и номер 6 но в первую очередь нужно бить именно номер 7 потому что он более мерзкий из этой компашки он может критануть пчела почему мерзкая потому что она накидывает большой стак яда а я как вы понимаете очень сильно если у вас нету татуировщица то я от вас просто высосит элементарно и вы грубо и глушом останетесь убегаем отсюда на выход ближе бежим у нас собственно 12 этаж наткнулись на компашку свеженькую тут много мерзких противников самый мерзкий конечно это номер 9 а хотя там тролли 11 тысячный то я думаю что мы тролли дольше всего пинать бы бьем забираем руками лучником для того чтобы он не ходил лучник высасывает магию здесь из-за этого лучника очень очень тяжело пробить очень больно бьет тролль я бы даже сказал очень больно чтобы вы понимали предел защиты танка танк у меня очень живучий лечим его шаманом начинаем настать на него яд но собственный ядом мы его убили 47 яд это 5000 хп и снос на 8 переходим на 13 уровень данжа видим тут 2 моба давайте с их побьем там сразу видим костер это хорошо в первую очередь нужно снимать лука номер 7 он конечно тоже более опасен но он не опасен на первом ходу он только на втором ходу более опасен это так называемый жук чем опасен этот жук этот жук вам на первом ходу кидают на вас так называемую отметку а в последующий ход он будет бить по этой отметке также жук может массовым урон огнем наносить текущий в идеале убить вот этот номер 8 для того чтобы просто не отсутствовал здесь номер 8 это собственно зеркальный моб он если его за первый ход не убить вы потом его заебетесь убивать потому что он скастует на себя зеркало и вы просто весь урон в молоко будет уходить у вас исключение поможет только если урон у вас массовый то тогда этот урон прокатит то есть например вы играете за мага и у вас массовый урон на несколько целей либо урон по всем собственно мы открыли костер это говорит о том что мы можем открыть сундук собственно вот сейчас как раз сундук будем открывать тут нужно тушить лучника если тролль очень толстый давайте посмотрим жирность тролля 12000 значит тушим лучника миньона тоже надо забить в идеале у нас не получилось забить за один раунд ходит тролль он практически мне ваншотнул этого даем гард троллю очень очень силен в этом вопросе то что он жирный очень высокоуровневый у меня 12000 хп полечились команду ждем следующего удара ударил шамана объем его руками для того чтобы не тратить очки маны на клерике можно поправить очки маны но чтобы вылечить пати у него 50 я да я думаю он не сможет сопротивляться шеститысячному урону от яда открываем сундук это у нас 20 гемов и собственно склянка четвертого тира и бесполезные камушек не смогли мы пролететь насквозь нам его в обход эти сносим собственно мага в первую очередь чтобы он не ходил даем гард для того чтобы не получать лишний дамаг я думаю что они очень сильно бьют но все-таки тысячи урона это неприлично мы снесли первого сейчас мы снесем второго я думаю пачок по черному магу все более или менее понятно по крайней я попытался вам объяснить ну извините видео у нее получилось на черного мага сделать потому что она почему-то не записал это вроде оставил на записи в общем и целом в первый ход вы режете черного мага этим просто ядом кидаете роги его вот этот скилл кидаете и чем больше у вас тут яда будет стаков яда тем лучше кидаете первый ход на него яд на самого черного мага и потом начинаете ну там защита не защита собственно обычная этот бить всю пати черного мага его первую стадию как и вторую собственно бить только руками то есть вы бьете посохом то есть как я сейчас бью не скиллами именно посохом дело не в том что это клерик и у нее нет атакующих скиллов а в том что это просто бить именно руками для того чтобы максимально скажем так утолщить невозможность его кстати сейчас он ваншот не того они там переадрался я просто думал что с паладиной бить будет оказалось он убил убил вара но у нас тут без вариантов давайте сразимся с этим моем как и и про личинок личинок нужно в первую очередь тушить потому что они рискнутся в бабочек которые потом будут призывать этих личинок поэтому личинки мы должны падать в первую очередь обратите внимание нам даже урона не хватило убить эту несчастную личинку но 60 ядов за одну посмотрим сколько это урона будет по личинке 60 урона ядам 5000 хп когда эволюция достигнет четвертой стадии она обратится в бабочку а когда он обратится в бабочку личинкой лезь да то ведь бабочка сможет еще раз призывать повторно мобов и так может браться до бесконечности пока вы в один момент прекрасно просто не убьете собственно 14 уровень пока не убьете саму эту личинку и не оставите шансов бабочки нужно в первую очередь личинку чтобы она не встала давайте посмотрим сколько у нее хп у нее 10000 мы скорее всего не убьем просто тупо тогда будем бить жука чтобы все остальные тоже погибли а на личинку будем настакивать яд по возможности а у нас шаман не смог настакать наша задача как можно быстрее снести личинку потому что если она риснется в бабочку мы просто охренеем а личинка собственно бабочка которая из личинки появляется она призывает личинок а личинки встаются на свободное место в большинстве случаев бывают ну собственно всего тут 6 свободных мест если смотреть 3 спереди 3 сзади вот примерно посчитайте сколько личинок будет если вы случайно не убьете одну из них и дадите ей возможность риснуться количество личинок будет огромное собственно видим отражателя давайте его в первую очередь из тушим потому что отражатель нам будет очень сильно мешать пати нарежем отражателя следующий на очереди маг но мы дамага не достаем теперь достаем режем мага срезали мага нам дали свитки они серы для ничем особо нам говорят что нужно открыть костер для того чтобы использовать сундук в первую очередь конечно же тут нужно убить тролля но тролль слишком жирный для этого поэтому мы скорее всего будем бить этого 4000 чтобы он сбрил переднюю линию тролль ходит третьим что удивительно дадим ему сало обратить мани он был практически 4000 не практически он 4000 поэтому нам важно настакать на него яд мы собственно смогли это сделать переагрили тролли на танка я тоже у него 40 ну и это примерно 5000 кп в 6 даже получилось у него видимо нет резиста к яду надо дальше найти костер вот костер я вижу тут два моба тут два отражателя и собственно лучник опасные таракан под номером 8 он ничем под номером 7 он ничем особо не опасен два одинаковых срезаем кто первый ходит таракана срезали отражатели срезали остался маг и точнее лук и объем именно руками для того чтобы восстановить немножко маги нам нужно шамана полечить в идеале использовать склянки есть такая функция пыть мусорную скляночку используем для того чтобы полечить видимо специально эта функция для этого и сделано чтобы лечить между боями своих ребят а так по сути они не особо нужны собственно следующий бой опять же личинка но она очень жирная как вы понимаете также присутствует жук таракан посмотрим сколько хп общее 4000 10 10 собственно нужно резать гоблина в первую очередь потом личинка и собственно финальная на личинку нужно настакивать максимальный урон который вообще возможно вы сможете сделать обязательно яд если у вас прокнет это шикарно не прокнет лучшего чтобы прокнул яд 4000 ударила от эволюции 1 как видите то есть это первая стадия момент еще садимся собственно нам дали баф на пять боев на самом деле очень полезный баф костер мы включили давайте вернемся на предыдущий этаж для того чтобы забрать сундук если не ошибаюсь он у нас был на предыдущем до забираем сундук нам дали двадцать один гем ну немножко гемов получили но опять же это работает только когда вы первый раз открываете сундук если вы открываете его повторно гемов уже не получите и это работает версии 1 3 3 других версиях там обычный лут а его так называемая ценность зависит от того насколько вы сильно прокачали кулькин сам если у нас он слабо прокачивать соответственно и он будет вообще надеяться на сундуке особо не стоит проще играть от ежедневных заданий 20 в день все таки это не так много конечно там пять заданий вы их сделаете и собственно переходим на пятнадцатый этаж смотрим где у нас в дверь тут опять же присутствует личинка и жук в идеале или чищенка ходит последний это шикарно срезаем мага на жук у нас остался надо в идеале жука нарезать а шаманом бьем по личинке нам не повезло он не накастовал яд пробуем убить на жука мы собственно убили жука теперь бьем по личинке максимальный дпс эволюции 1 нам нужно не дать ей эволюционировать до 4 а если она эволюционирует до 4 она пройдется в бабочку если она пройдется в бабочку бабочка потом сможет еще вызвать личинок при высоком дпс и группа вы в принципе сможете это сделать дпс может быть как прямой так и тикающий собственно тут нужно убивать номер 7 тролля в первую очередь потому что он резуректит команду но учитывая то что летающие вот эта хрень слабее тролля поэтому тролль падает во вторую очередь нам дали зеленый меч он бесполезен для нас потому что у нас все фиолетовая уже ну кроме у нас получается вот этот пятнадцатый синие вот это фиолетовая 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 и собственно синяя собственно этот данж кстати говоря хорошую возможность прокачать свое снаряжение единственная проблема в том что можно очень много денег будет на саму собственно прокачку нам далее так называемый большой меч но для нас он по сути говоря бесполезен во первых он зеленый циферки у него маленькие для нас они бесполезны достаточно объемный данж давайте пойдем дальше посмотрим мы видим костер собственно троллю маг и миньон тут конечно же самый опасный это маг давайте посмотрим что за тролль тролль обычный срезаем в первую очередь мага и начинаем забивать тролля у нас не получилось на стакт на него яд значит танкам нужно будет агрить его на себя у нас не получилось его переагрить танк ходит после нас сейчас будем лечить шаманов самого себя для того чтобы он не потерял сильно много хп он промахнулся по танку это хорошо продолжаем бить тролля мы собственно убили тролля с горем пополам тролли они очень жирные особенно если критический удар с троллем еще появится то это вообще полный приндец костер активируем костер также позволяет пофармить вам если это необходимо мы собственно видим сундук тут нужно в первую очередь резать отражателя открывается последовательность следующая сначала вы открываете костер потом открываете сундук даже если они поменены местами все равно нужна именно эта последовательность урон меньше потому что он его защищал но им это по сути не поможет потому что защитник больше всех пострадает защитника за то что он его защищает он также получает урон процент нам не ясен но факт что так же он получает этот дамаг лечим танка мы бьем руками дальше у нас данный момент 15 этаж основного подземья тут надо в первую очередь мага тушить они конечно два сильных милишника но все же маг опаснее в плане того что они что он может больше сделать мусором бьем руками он снял с себя яд и ударил практически на 2000 лечим паладином ну и собственно все они оба упали открываем 22 гема на пятнадцатом этаже у нас собственно тут был где должен быть выход да давайте закончим да на пятнадцатом этаже еще два боя проведем тут собственно самый конечно мерзкий из них это номер шесть и номер пять давайте в первую очередь тага номер пять сольем на вторую очередь мы будем акцент на номер пять делать чтобы он тоже упал ходит тифлинг походил начинаем бить миньончиков миньон сам себя выпилил от яда собственно следующий тифлинг удар собственно тифлинг упал отлично нам дали склянку начального уровня бесполезная очень мало восстанавливает здоровье следующий собственно отражатели лучник тот самый мерзкий конечно в первую очередь отражатели режем лук конечно более опасен но все таки в первую очередь режем отражатели потому что отражатели защищают тиму их особенно если присутствует гарвит собственно ходит лучник он снимает с нас если он попал бы снял с нас магию но он не попал поэтому магия с нас не снялась агрим на себя лука и бьем рогой собственно десять яда в любом случае ему здоровья не хватит поэтому просто добиваем его переходим на шестнадцатый этаж и на этом заканчиваем выходим из данжи собственно выходим из данжи шестнадцатый этаж очень длинные комнаты прямо офигеть какие ежедневные награды которые попадают в гильдии они ничем особо не примечательны все предметов можно улучшить давайте их улучшим чтобы куда хоть было деньги потратить фиолетовые щиты фиолетовый доспех все фиолетовые вещи большинство по крайней мере я получил по квестам как и зеленые квесты в основном были побочные то есть не главное именно побочные исключение только квест главного босса вы можете квест главного босса скажем так проиграть ему и вам все равно скажут поражение дефит и дадут квест на дефит собственно дадут вам снаряжение дублирующее вам нужно будет только выслушать диалоги но на самом деле это очень удобно контроль но не знаю насколько он полезен но в целом полезно нам штука как вы видите у нас заканчивается место поэтому стоит весь лишний мусор сжечь так называемой в сортировке чтобы у нас побольше было свободного места в инвентаре это серые вещи они из них слитки самые дерьмовые получаются вот из зеленых вещей уже слитки получше поэтому делаем пока так собственно пару зеленых реки на самом деле улучшать слитками в принципе можно было бы но это крайне дорого в плане денег поэтому непонятно насколько это актуально у нас присутствует две книги можно принципе роги улучшить у нас ведь уровень дороги дали давайте посмотрим кому еще дали уровень никому а вот еще шаману дали уровень палагины не давали хорошо роги улучшим собственно бак степ которым мы чаще всего пользуемся с помощью книг у нас две книги присутствуют собственно мы дважды улучшили книги у нас на этом закончились по крайней мере девятнадцатого уровня как я говорил ранее из нововведений на 1.3.2 1.3.3 это то что недоступна библиотека теперь книги высокоуровневые просто не купить элементарно на самом деле лучше бы не знаю их стоимость бы увеличили но оставили возможность покупать но как видишь те разработчики решили по-другому а также можно половина вещей из маркетплейса убрать у них тут ну конечно же не за рубины но за золото в принципе без проблем можно купить 100000 11 уровень кольцо у меня 11 маркетплейс одиннадцатые вещи чем вы максимальный уровень маркетплейс 15 но тут нужно 500 аж гемов это откровенно много но учитывая то что мы скорее всего будем проходить вместе с вами данж то нам в принципе нужно качать данж нам в основном падают серые вещи которые в принципе ничем особо не примечательны и обратите внимание у нас открыт еще семнадцатый данж то есть получается у нас максимальный уровень сегодня по всему семнадцатый на по крайней мере на текущему левелы общего подземелья то есть он ну мы мы сможем его потом улучшить по уровню подземелья сейчас посмотрим какой максимальный уровень подземелья и пятнадцатый тоже уровень подземелья то есть подземелья мы можем проходить очень очень долго у нас сейчас пятый а там пятнадцатый чтобы улучшить конечно нужно очень много ну сорок восемь в принципе не так сильно много вот как то так ладно всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока